Переведено и озвучено и эксклюзивно для 3Dtoday.ru Здравствуйте, я Джон Биффорд, мне 37 лет и основал Makeable. Мы представляем собой двухледний стартап, находящийся в Гонконге и выпускающий самый дешевый 3D принтер в мире. При цене в 220 американских долларов, дизайнеры, любители и технористы всего мира выбирают его принтер Makey Box для создания трехмерных моделей. Несмотря на то, что его самая дешевая модель как минимум в четверо меньше большинства других 3D принтеров на рынке, она может печатать объекты размером с 14 айфонов пяток, выложенных в две стопки. Наша компания стартовала с начальным капиталом в 50 тысяч долларов. Это было уже после того, как мы начали получать заказы, так что компания была доходной с самого начала. На сегодня объем продаж по предварительному заказу компании Джона Биффорда составляет полмиллиона долларов, но он не собирается останавливаться на достигнутом. В 2013 году он планирует получить от 2 до 5 миллионов долларов дохода. Порядка года мы потратили на исследование и разработку на деньги, полученные с заказом на Makey Box. Однако это время, потраченное на подготовку, позволило нам в течение следующего года выйти на довольно высокий уровень производства, со множеством учреждений по производству и распределением по всему миру. Компания Джона – одна из сотен набирающих обороты на просторах стремительно развивающихся предпринимательского сегмента Гонконга. Этот сегмент обращает на себя внимание венчурных инвесторов и бизнес-ангелов с Ассоцией Азии. Чеки Лим заведует организацией, являющейся бизнес-ангелом. С ее точки зрения, компания Джона резко выделялась среди множества других, чьи бизнес-планы ей постоянно приходится читать. Мы приняли решение инвестировать в Makey Box, ведь нам понравилась их идея. Ведь основные критерии для принятия решения об инвестировании – нам должна нравиться идея стартапа и их команда. А Джон был реально настроен на масштабное производство. Мы продаем материал для трехмерной печати в 12 различных цветах, однако, как ни странно, наибольшей популярностью до сих пор пользуется черной. Но кроме того, чтобы убедить потребителей использовать для трехмерной печати материал красного или зеленого цвета, какие еще существуют препятствия вашему росту? Основные проблемы для всех стартапов – нехватка персонала, денег и покупателей. Для нас основными проблемами сейчас являются нехватка персонала и денег. Нам нужно расширять команду, и всем ее участникам необходимо платить. Также мы планируем увеличить вложения в раскрутку компании. Итак, это было напечатано на вашем 3D-принтере стоимостью в 200 долларов, так? Верно. Это пример того, что сегодня можно ожидать от 3D-принтера, доступного за 200 долларов. Эта штука должна одеваться на мою руку? Да. Да. Немного маловат, но в целом довольно неплохо. Переведено и озвучено и эксклюзивно для 3DToday.ru.